В Мирном отработала группа министров республиканского правительства. Они приехали обсудить вопросы здравоохранения, строительства, круглогодичной дороги, а также сноса ветхого жилья и другие. Об итогах совещания расскажет Роман Муконин. Этого визита в Мирном ждали давно. Несколько последних лет районные власти и главы поселений безуспешно пытались достучаться до республиканских министров, чтобы решить насущные проблемы Алмазного края. Только один вопрос центральной районной больницы повергает мирнинцев в состояние уныния. Учреждение подчиняется республике, и наладить его нормальную работу никак не получается. Не хватает квалифицированного персонала, оборудования и капитального ремонта во многих помещениях. Все эти претензии были адресованы заместителю министра здравоохранения. Но, судя по его комментариям, в Якутске решать проблемы Мирного пока не торопятся. Финансирование на оборудование в 2017 году просто не решено. Я не могу сказать, что будет. Мы вот рассматриваем вопрос для Светлевско-городской больницы по флюорографу. И второй вопрос это МРТ, но как в плане написано, за счет Алруса. Ну, Олег Олег Алексеевич, как минимум не серьезно, тем более, что мы еще раз повторюсь, проблему удобрения здравоохранения Мирного сковорода с вами рассматриваем не первый год. Вы внимательно изучите эти постановочные вопросы, что, на ваш взгляд, и выгляд специалиста является наиболее критичным, и будем решать это в первочередном порядке. И, соответственно, ну, давайте на 17-18-19-е годы в рамках тех моментов, которые предусмотрены, делаем программу по Мирнинскому району. Нормальная тема. В рамках один миллиметр мы не сможем. Это все однозначно. Олег Алексеевич, много пожеланий. Позиция Алексея Стручкова понятна. Даже он устал от бесконечных обещаний своих коллег в адрес Мирнинцев. Строительство школ и детских садов, снос ветхого жилья – также острый вопрос для нашего региона. Но все эти проблемы меркнут перед главной заботой местных властей – отсутствие круглогодичной дороги с большой землей. Строительство федеральной трассы Вилюй постоянно переносится из-за отсутствия финансирования, на что республиканские власти до этого момента смотрели сквозь пальцы. В то же время вдоль силы Сибири строится новая еще одна технологическая дорога. По сути, на государственные средства, потому что заказчик господин. И опять будет даже проблема наличия дорог и невозможность ее использовать на общие цели. Это полное безобразие. Это антигосударственное. По итогам заседания в Мирном министра возьмут месяц на обсуждение всех поднятых проблем. Дать ответы на запросы населения Западной Якутии они планируют в середине декабря. Тогда в Алмазной столице состоится первое в истории выездное заседание правительства республики, где подпишут постановление о вопросах социально-экономического развития Мирненского района, что даст надежду на ускоренное решение проблем алмазодобывающего региона. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова